Товарищи Москвина. Интересно. Так, что у нас здесь? Какое-то логово, я так понимаю, чудовище. И в этом логове вполне может оказаться что-то съедобное для нас. Конечно же, не в плане перекуса, но в плане, например, мин противопехотных, например, новых фильтров противогаза или еще что-то. Затыкать, затыкали парня ножами. Но на этом, наверное, все. Придется проходить все-таки поверху. А так было бы хорошо пробежаться по низу, не встречаясь ни с демонами, ни с нюхачами, как их называют, ни с прочим местным животным миром. Очень тяжело Артем пробирается почему-то. Смотри, их много. Вот, попал же. А он живой, столочный. Так, покажи мне еще раз. Пожалуйста, еще раз мне теплозрение включи. Смотри, их много. Покемоны, их много. Собери их всех. А где они? Блин, вот теперь ходи. О! А, нет, в принципе, снайперка неплохо берет, надо сказать. Так, минута осталась до смены противогаза. Так, здесь уже кого-то убили. А, это наш. Кстати, у меня полный... полный... рюкзак патронов к дробовику. Надо бы теперь найти нормальный дробовик и начать им уже шмалять. Если честно, все эти... Ух ты, ничего себе! Летающий, летающий труп. Еще и с фонариком, который можно включать и выключать. А, он еще и такой жесткий, что через него пройти нельзя. Ну, хотя бы это более-менее реально. Обычно, если в воздухе висит труп, то через него ты никак не проберешься, не проберешься. Что это было? Что это было? Я уже думал, опять сейчас какая-то кат-сцена, в которой на меня выскочит какая-нибудь тварь в попытке меня раздербанить. А ты в гетто ходил? Какое гетто? Так, наконец-то, мне кажется, мы более-менее в метровском районе. А, а еще мы задыхаемся, потому что у нас фильтры кончились. В первом метро у меня Артемка почему-то сам менял фильтры. Хотя у всех не менял. В этом метро такой халявы мне не дано. Мост, заметка один. Кстати говоря, на переправе еще заметку пропустил. Обидно. Так, ну я остался человеком. Я боялся быть другим, боялся оказаться нормальным. Я один был свободен от их влияния, но из-за этого лишь подозревал в себе спящего агента-чудовищ. Моя память вытеснила эту встречу с черным. Зверь во мне проснулся и сожрал человека. Я вышел на поверхность сиротой, а вернулся в метро перворожденным сыном. Я должен был наладить связь между людьми и ангелами, но вместо этого навел на них ракеты. Выжил лишь один черный. Вот теперь он стоит передо мной, ребенок-сирота. Один во всем мире. Круг замкнулся. Ну да, но только они не сами себя уничтожили. Должен обратить твое внимание, Тем. О! Сейф! Сейф с патроном. Вот это прикольно. Телефон, телефон, телефоны. Ничего нет. Ладно, погнали дальше. Я так понимаю, что... Стоп, это что, опять метро какое-то? Ничего не понятно, и уже давно не было облав никаких чудовищ на нас. Что, опять же, крайне подозрительно. Обычно разработчики не упускают возможности набросить на нас то одного, то другого, то третьего. Вот они. Убежал. Так, так, так. Ну вот теперь у нас проблемы. Интересно, пойдут ли они вниз за нами. Я надеюсь, что пойдут, потому что чем больше... О, тут еще и лестница разрушена, оказывается. Потому что чем больше расстояние между мной и ними, тем больше у меня шансов выпустить в них достаточное количество патронов. Ну а пока давайте возьмем все-таки что-то. А, они все по сбегам? Трусы поганые. А где вы? Где рычишь? Где ползешь? Ага, нашел. Так, все? Нет, где-то еще кричат. Но вполне возможно, что... Ой! Ой, это же этот самый, это же матка. Мне про нее уже рассказывали. Травит нас инфразвуком. И вообще всячески плохо поступает. Вернее, не матка, а самка. Не знаю, как они размножаются. Роем ли они живут, или же у них стаи какие-нибудь, семьи. Так, опять мне не нравится этот топот. Вот он, топоток. Да ну как ты выживаешь? Отстань от меня! Это какой-то вообще особенный. У них что есть? У них что есть? Супербронированные создания? Как так? Как так? Ладно. Давайте попробуем еще разок. В этот раз действуем быстро, отстанем и всем поможем. Несколько точных выстрелов, и тварей, конечно, не станет. Но мне бы по-хорошему уже побыстрее бы с ними разделаться, ибо... Время-то идет. А стрим-то не кончается. А надо? Ну да ладно. Так, где мы? Кстати, еще не было неплохо, был бы автомат, который мы взяли сразу. А не тогда, когда у меня случится кризис среднего возраста! Готово. Фух. Тебе осталось всего 10 минут до конца игры. Где-то я это слышал. Помнится тогда, когда эта фраза была произнесена впервые, в большом количестве, на стриме серьезного Сэма 3, до конца игры оставалось где-то часа три. А может быть даже больше. А я все верил и верил, все шел и шел. Но нет, ребят, с тех пор... Ой! Вот эти черные самые опасные! Такие опасные, что... Просто не победить. Да ладно, неужели опять все заново? Ну что же? Надо быть куда осторожнее, я так понял. А что ты до сих пор ползаешь, я не понимаю? Я ж тебя убил. Нет, суть по всему не убил. Видите? Уползла. Ну и сейчас, конечно... Откуда? Откуда палим? Откуда ультразвуком даем? Да откуда же? Ага, нашел. Так, опять же, автоматик. И нам нужен любой дробовик. Ух ты! Куда? Куда поползла? А ну слезай. Слезай, кому сказал. Убил? Не, не убил. Бегать. Самки на самом деле не опасны. До тех пор, пока... Пока они не становятся бессмертными. Гляньте, я в него... В нее одну выпустил... Страшно сказать, сколько патронов. Это был серьезный СМ-2, а не третья часть, да? Два патрона требуется вот в таких громил. И по одному на самок и мелких. Вот сейчас бы мне сохраниться каким-нибудь образом, но, к сожалению, я так понимаю, сохранения в этой игре не предусмотрены. Так, где это вы выскочишь? Самое обидное, что для меня эта штука выглядит как непроходимый лабиринт. А для них это так. Дорожка для бега с препятствиями. В пеколь-то у нас патронов хватает? Хватает. Единственное оружие, которому я прикупил патронов, о чем сейчас, конечно, немного жалею, надо было все-таки больше запасов делать. Так, теперь нужно убежать. Нужно просто убежать, 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 обязательно убежать. Вывести их на открытую позицию. Да, потому что вплотную подпустить эту тварь означает, означает скопытиться сразу. Монстры, как я уже говорил, сражаются гораздо лучше, чем фашисты, красные, ганзы. Да с кем бы ни приходилось воевать, со всеми приходилось легче, чем с вот этими прыгающими созданиями. А еще не понимаю, кто-нибудь слышит из вас пианино? Это у меня соседи играют, или кто-то из нюхачей научился музицировать? Так. Это что такое? Калаш, калаш нам не нужен, противопехотные мины, кстати, можно было использовать в том славном месте, но... Опять же, нет, так, сюда тоже нельзя, а куда идти-то туда, я не понял. А, о, для особо одаренных. Так, на переправе К-4 носачи группы Семенова погибло, будьте осторожны. Так, перестреляли всех? Нет, не всех. Я чувствую, что что-то пищит на нас. Кстати говоря, самки тоже оказываются достаточно прочные, по ним, похоже, тоже по два патрона приходится тратить. Очень скоро снайперки у нас не останется, придется проститься нам с ней. Но пока есть... Так, опять откуда-то палит звуком. Ага, нашел. Нет, не нашел, нашел, нашел. Давай, заходи в прицел уже. Туда. Так, осталось два патрона к снайперке. Но хотя бы автомат еще имеется. Так, крути фильтр. А, я понял, кажется, откуда проходило сообщение. Да, вот оно. Сменим противогаз на более целый. И теперь выдвигаемся дальше. Жаль, что они не оставили тут никакого станкового пулемета, робота-дрона, что угодно. Для того, чтобы более бенитым сражаться с этими тварями. Беги! Ну что ты застал тут? Ну что ты стал-то? Ну боже, ну какой тупой, а? Хорошо, хотя бы последний чекпоинт достаточно близко. Всех разделал. Так, с этим покончили. Да господи. Последний патрон остался к снайперке. Снайперы из меня не важны. Особенно по целям, которые все время движутся. Давай. Снял. Последним патроном. Я к маминке родной. Последним патроном. Готово. Ну а вот сейчас нам придется попотеть. Давайте для того, чтобы особо не потеть. Сделаем хитрость военную. А что ты не умираешь-то? Я сколько минут на тебя изводить должен? У-у-у-у. Это была катсцена? Не стреляй ты мне в спину. Где-то еще орет самки. Орут самки. Забавно, я же убил ее на колонне Вот тут бегала уже одна А, я понял на самом деле, что они делают Эти сволочи Разъедают мне противогаз ультразвуком Уродина Вздохни, вздохни, тостер, вздохни А я-то думаю, что у меня от ультразвука-то портится Фух Ну, вроде что, все Переправа захвачена нюхачами Почему нюхачами? Я бы назвал бы их кусачи, например Давай, меняй противогаз Так, группа Семенова погибла, будьте осторожны А ящик нельзя открыть Эм, ты правда хочешь проехать на этом тросе Прямо отсюда, прямо вниз? Ну ладно, бог с тобой Не, усачи это торни слитые Нет, не усач, а кусач Кусать Ну ладно, будем надеяться, что они достаточно тупые, чтобы Даже не думай, демон Даже не думай, у меня пистолет Ты его все равно не переваришь Подгоняем, как можем С кромными выстрелами Ой, не трогай трос Скотина Поумлел, что ли? Я уведу его Брат его уведет Он большой, но глупый Нет, парень, мы не можем его оставить Крылатые очень быстрые Устал Но я работаю Детский труд у нас Вообще-то не легализован Или легализован, но там какие-то ограничения Иногда вижу дверь Тебя зовут из-за двери Почему? О, господи, это ты? Из-за какой двери меня зовут? Покажи мне эту дверь Ничего себе, быстрый, шустрый, как-то не знаю кто Давай уже, где же этот дурацкий вход в метро? Мне уже идти нужно О, успех Мы идем в полис Вместе И будь что будет Малыш не захотел уходить Что-то держит его рядом Пока не могу понять, что Впрочем, я этому обстоятельству рад Он помогает мне Замечательно Ну что ж Все-таки, наконец-то спустились мы в метро С нами есть Маленькая непонятная штука Которая Типа помогает Типа мешает Но что с нами случится дальше Мы узнаем уже в следующий раз А на сегодня Я с вами всем прощаюсь Говорю всем спасибо за просмотр Блин, ни одного под... Ой, погоди, погоди Тут еще мы вздыхаемся, что ли Говорю всем спасибо за просмотр До новых встреч Увидимся, как всегда, через неделю В это же время В 9 часов по Москве Ну, собственно, все Если вам понравилось То приходите еще Буду всем рад А пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok